А в минувшие выходные на том же месте, на Константиновском карьере в Твери, впервые прошел благотворительный забег в пользу бездомных животных Хвостатый Кросс. Он объединил профессиональных спортсменов, зоозащитников, владельцев собак и просто любителей животных. Подробнее о том, как проходило мероприятие в нашем следующем сюжете. Иди до конца, красавцы! На Хвостатый Кросс Ольга и Максим приехали с когда-то бездомным псом Васей. Ребята нашли его случайно, забитого и измученного. Долго лечили, а когда пришло время искать собаке новый дом, поняли, что с Васей расстаться они не смогут. Мы думали примерно месяц, потом поняли, что он, наверное, нам не простит, если мы его отдадим, и оставили себе. Первый благотворительный забег в пользу бездомных животных собрал более ста спортсменов и любителей бега. 40 из них бежали дистанцию в паре с собакой. Здесь были и домашние любимцы, и воспитанники инициативной группы по защите животных города Твери. Бежать им пришлось 5 километров. Среди участников известный тверской певец Евгений Окунев. Заданную дистанцию он преодолел вместе с собакой Зайи, которая живет на передержке и ищет хозяина. Евгений – опекун Зайи. Он помогает ей финансово и регулярно приезжает в гости погулять и погладить. Отличный вариант для тех, кто мечтает о собаке, но по каким-то причинам пока не может ее завести. Просто приезжайте к собачкам, с ними гулять, не обязательно что-то привозить с собой, не обязательно корм, не обязательно, по возможности помогайте, конечно. Но если нет такой возможности, просто приезжайте физическим трудом покормить, попоить собачек, погулять с ними. На соревнование приехала еще одна подопечная инициативной группы – собака Катя. Она уже несколько лет живет в приюте. Катю вывезли и выкинули на обочину проезжей части. Зоозащитники не смогли остаться в стороне и забрали животное себе. Как пройти мимо, когда ты знаешь, что страдает животное, что оно погибнет без помощи? Как пройти мимо? Кроме забега с собаками на 5 километров, на спортивном празднике было еще две дистанции – на 10 километров для профессиональных бегунов и детский на 600 метров. Если для Твери подобные марафоны в новинку, то в других городах они давно успешно практикуются. Мы посещаем часто спортивные мероприятия. Мы видим, что парные эстафеты с собаками, они очень актуальны, популярны. И благотворительные кроссы – тоже интересный формат, который у нас никогда не проводился. Мы любим все новое, мы любим социальные проекты, поэтому решили объединить спорт и благотворительность в этот раз. На мероприятие можно было принести корм в пользу подопечных инициативной группы или по специальному каталогу присмотреть себе хвостатого питомца. Подобные встречи – еще одна возможность обратить внимание на проблему бездомных животных. Мы очень хотим, чтобы ответственное обращение с животными стало нормой, социальной нормой для всех. И мне кажется, такие мероприятия, они помогут нам прийти к этой цели побыстрее. И обратить внимание общества, людей просто на проблему бездомных животных. И, возможно, помочь им решиться взять бездомное животное домой. Ну а как быть тем, кто не занимается зоозащитой и даже, возможно, не имеет домашнего питомца, но не смог пройти мимо несчастного животного и решил ему помочь. В первую очередь врач осматривает животное и уже по результатам осмотра делает вывод, что нужно дальше делать. То есть, во-первых, осматривается термометрия, осматриваются ушки, осматривается кожный покров, слизистые. Грамотно оценить состояние животного и назначить правильное лечение лучше всего помогает лабораторная диагностика. У нас есть лаборатория, где проводятся биохимические, гематологические исследования крови животных. То есть в течение пяти минут по 32 показателям может быть готов результат. Ветеринарная клиника «Добровед» — подразделение Тверской межобластной ветеринарной лаборатории. Диагностика, лечение и профилактика болезней животных — новая среди направлений деятельности организации. За полтора года работы клиника вошла в топ лучших ветеринарных учреждений Твери. Здесь предоставляют весь спектр услуг для лечения животных, делают анализы рентген-узи, проводят операции, прием ведут узкие специалисты. В работе используется самое современное оборудование. Есть кабинет груминга. Сознательные владельцы животных не только планово или по необходимости посещают ветклиники, но и готовы тратить деньги на хороший корм и лекарственные препараты, чтобы сделать жизнь питомца комфортной. Так собаки становятся настоящими компаньонами людей по совместному отдыху. Активному и не очень. Многие люди любят заниматься активным спортом, активными видами отдыха и тоже берут с собой своих любимых питомцев. Общаясь с нашими покупателями, мы стараемся предоставить им максимально возможное, чтобы облегчить совместное существование человека-собаки, сделать его более приятным, сделать его более эмоционально наполненным. В биоцентре широкий ассортимент товаров для активного отдыха с собакой. Водоплавающие апорты, фрисби для игр, светодиодные ошейники, непромокаемые коврики, приспособления для питья, специальные многофункциональные поводки. С такой подготовкой не страшен никакой марафон. В биоцентре представлена не только амуниция для собак, но и вся линейка профессиональных и лечебных кормов для животных. В ветеринарной аптеке можно приобрести различные препараты и вакцины для кошек, собак, крупного и мелкого рогатого скота, кроликов, рыбок, птиц, черепах и даже змей. За 25 лет деятельности на рынке ветеринарных услуг здесь знают, как работать с запросами клиентов.